Привет! Вы на канале с обзорами самозадатовских книг платформы Литмаркет. И сегодня я расскажу вам о моих книжных покупках ноября. Ну что, поехали? Чёрная пятница давно прошла, но мысли о том, что мне стоит сделать данное видео, не покидали меня вот уже некоторое время. Если быть точной, то около трёх недель. Плюс, судя по тому, что народу нравится смотреть на книжные покупки, я решила, хочу бы и не засветиться. Так что вот вам мои книги, купленные пока на сайте Литмаркета вовсю шла Чёрная пятница. Сколько же книжек я купила, поскольку мне всё это обошлось. Не переключайтесь, оставайтесь, и вы всё узнаете. Да и кто сказал, что книжные покупки обязательно должны быть бумажными? К чёрту стереотипы! Первая в моём списке ложная атака Алекс Беридери. Я уже читала её произведение «Импульс», мне понравилось. И не взять продолжение, но для меня оказалось невозможным. Тем более, что по такой наискромнейшей цене, как 25 рублей. Кто бы сумел пройти мимо? Ну, не я определённо. Следующей в моём списке была «Маги без времени» Сергея Лукьяненко. Ну, тут на самом деле всё просто. Я давно посматривала на эту книгу, и облизывалась, и всё думала, «Ммм, я тебя прикуплю!» Да, как-то так. Вот. А тут чёрная пятница, скидки, и рука как-то сама потянулась и нажала на кнопку «Купить». Ну, в итоге книжка оказалась и в моей библиотеке. С этой книгой тоже всё просто. Меня привлекла обложка. Она прям так и дышит какими-то тайнами, мистикой. И да, именно из-за этого я и взяла Аллы и Вика Татьяны Крыловой. Ну, и цена на неё была прям очень-очень скромная. Я не удержалась. Следующая книга. «Буря скроет наши следы» Аллари и Тои. Да, обложка классная, аннотация интригует. И я к тому моменту уже давно посматривала на эту книгу. Её, между прочим, я уже прочитала. И ссылку оставлю внизу в описании, чтобы вы могли узнать мой скромный отзыв на это произведение. Следующая по списку у нас «Охотники за золотыми яблочками» Ольги Вилар. Да, большая часть книг, что я прикупила, были из тех, на которые я уже очень давно посматривала. И тут я могу сказать только одно. «Чёрная пятница» всё расставила по своим местам. Я приобрела целую кучу интересных мне книг, поддержала коллег и обеспечила себя чтением на достаточно долгое время. Несмотря на то, что эта книга седьмая по счёту в своей серии, я поняла, что я просто не могу её не взять. Понятное дело, что настанет момент, и я доберусь до каждой книги из этой серии, просто потому что мне интересно и мне хочется прочитать. Чего и вам советую. Вот уже некоторое время мне попадаются восторженные возгласы читателей, которые ознакомились с данным произведением. А говорю я о наживке для пришельца Светланы Широковой. Чем ещё стоит заняться после развода? Всё просто. Можно отправиться на рыбалку. Что может быть лучше рыбалки? Ну, разве что НЛО, которое может закрутить в невообразимых и полных разнообразными эмоциями приключения. До книги обязательно доберусь. Бывают иногда такие ситуации, когда читаешь у автора одну книжку и понимаешь, блин, как классно пишет. Вот так со мной случилось у Татьяны Милях. Она, на мой взгляд, очень классно пишет. И поэтому, когда на книгу Тайны Аберега появилась скидка, я, не раздумывая, её купила. Всё, что осталось теперь, просто прочитать и написать. Скромный, но честный отзыв. Следующей по списку были звёзды Малого Круга Аларии Туи. На тот момент с Бурей я ещё не познакомилась. Но не взять всё, что предлагают хорошего и интересного, ну, было бы глупо. Поэтому пальчики сами потянулись. Кнопки «Купить» я её нажала. И интересная для меня книга, я надеюсь на это, ушла просто в библиотеку. И ждёт своего часа, когда я её прочитаю. Мне нравится жанр фэнтези наравне с научной фантастикой. И если, читая фантастику, я как будто бы плыву по течению реки, которая не знаю, куда меня занесёт, но в то же самое время она отражает нашу с вами реальность, возможно, в некотором плане даже наше с вами будущее, что всегда интересно угадать, согласитесь. То с фэнтези я обычно погружаюсь в волшебную сказку, где нет ничего невозможного. К чему я всё это говорю? Наверное, именно такие ожидания у меня данной книги. «Стражи незримых границ» Ирины Гусевой. Я не читала аннотацию перед покупкой. Меня привлекла обложка и название. Что же там за границы такие, что их нужно защищать? С последней орни к стату Ризе всё просто. Я прочитала первую книгу из серии «Невеста на убой». У меня есть вторая книга «Проклятие Ирана» и это третья часть. Возможно, даже завершающая. Согласитесь, не взять её было бы глупо. С индекс 0 Лидии Ситника опять-таки всё просто. Я не удержалась и взяла по скидке. История небольшая, да и это социальная фантастика. А мне нравится фантастика. Почему бы и не взять? Как вы уже успели заметить, практически с каждой из книг в этом списке у меня что-то досвязано. Но в данном случае мне интересен именно автор. Ещё в прошлом году, узнав о такой вещи, как электронная буква, я решила, что обязательно поучаствую. Но в прошлом году мои оборотни были к тому моменту ещё не дописаны. А в этом году случился коронавирус. И да, можно сказать, у меня появилось время, чтобы закончить своих оборотней. Я их также отправила, как и многие другие, на электронную букву. Не прошла. Но это не значит, что эта премия не дала мне возможности познакомиться с интересными авторами. Одной из таких авторов я считаю Ольгу Озерцову. Мне интересно, как она пишет, раз её веснянка прошла в лонг-лист премии. Так что какое бы произведение она не поставила на скидку. Во время Чёрной пятницы я бы его взяла. Но в данном случае у меня оказался талисман Шлемана. Уж очень мне любопытен её стиль. Признаюсь честно, купилась на обложку. И даже не посмотрела, что это вторая часть серии Монстраком. Пальчик как-то сам по себе потянулся к кнопочке «Купить» и нажался. Поэтому книга Монстраком «Защитник на полставки» Рин Саризава ушёл в мою библиотеку. Сожалею ли я? Ни в коем случае. Я как-нибудь доберусь и до первой части, а там и вторая не за горами. Чтобы я прошла мимо книги, в которой есть оборотни. Да по такой заманчивой цене. Вы что, смеётесь? Это было первое, что продало мне книгу. А потом, когда я увидела, что это мистика, да ещё славянская фэнтези и сверху присыпанная тем, что это сказки для взрослых. Поэтому, опять-таки, пальчики сами потянулись к кнопке «Купить». И сказки оборотной страны, серия рассказов Александра Трефера благополучно оказались в моей библиотеке. Не каждая книга с магическим словом «Волк» или «Оборотень» попадёт в мой список прочитать. Но книги «Волк. Тайна чёрной пирамиды» Дмитрия Карпина это удалось. Она заинтриговала меня не только обложкой, но и аннотацией. И пальчики, в который раз сами потянулись кнопочки «Купить», я на неё нажала, и книга в очередной раз ушла в мою библиотеку. Да, книжек я себе накупила много, читать я их буду. Надеюсь, что времени на всё у меня хватит. В общем, вот они мои скромные покупки ноября. 1000 рублей и 15 книг. Я считаю, что вышло очень удачно. Так что регистрируйтесь на сайте Литмаркет, если вас вдруг там ещё нет. Подписывайтесь на понравившихся вам авторов в любимом жанре. Добавляйте их произведения в свою библиотеку. И кто знает, может быть, именно завтра на неё будет очень вкусная скидка. Главное, не забудьте поблагодарить автора за его труд. Если вы напишите хотя бы простое «Спасибо, плюсик в карме» вам гарантирован. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идёт с пометкой «Самыздат», это ещё не значит, что она плохо написана. Бонус для тех, кто досмотрел видео до конца. На сайте Литмаркета с 25 декабря по 31 декабря планируются большие новогодние скидки. Так что не забудьте добавить понравившиеся вам произведения себе в библиотеку. Это даст вам возможность следить за тем, когда на неё появится очень вкусная скидка.